Чуваки, быстрый апдейт, я не могу не сказать, просто я забираю прибыль. Я забираю прибыль, но не всю, конечно же, частями, только на фьючах, я имею ввиду только как трейдер. То есть если вы инвестор или ходлер, то естественно это вообще не про вас. На макро таймфрейме биток сейчас нужно только накапливать, накапливать, еще раз накапливать. А если вы споттрейдер на дневном таймфрейме, скажем, тут конечно другой момент. Нет, возможно вы захотите зафиксировать часть позиции, которую, скажем, малую часть подпозиции, ту, которую вы удачно купили тысячи по 16. Да, сейчас вы может быть хотите зафиксировать эти там плюс 20 процентов. И даже это не глупо, потому что вполне возможно, что нас ждет небольшой откат. Ребята, потому что локально, локально, конечно, биткоин очень параболически улетел, посмотрите. И лежал вот буквально на своих самых быстрых скользящих средних мувингах, как есть здесь на битгете, девятая машка. И вот сейчас пробил их во флет, и конечно он может сейчас улететь еще выше, и на 25 тысяч, да. Поэтому как трейдер часть позиции надо держать обязательно. Но что я лично сделал, я разгрузил половину примерно битка на битгете в хорошие прибыли. И альты пока продолжаю держать, потому что не вижу по ним такого сильного пампа. И в целом в долгую, думаю, что мы увидим сейчас продолжение по битку. Тем не менее, обратите внимание, что мы уперлись в дневное сопротивление. И если положим, что все-таки коррекция начинается отсюда, то вот какой-нибудь 38-й или хотя бы 0.23-й уровень Fibonacci напрашивается. И как раз это может совпасть вот с этой линией поддержки, некой EMA Riba. Но в общем небольшая коррекция напрашивается, и закол ниже 20 тысяч тоже напрашивается за стопами. Там как раз очень много потенциальных ликвидаций на Binance, о чем мы писали у нас в Telegram-канале. В районе от 19.300 до 19.750, 19.800. Проверьте подписку на наш Telegram-канал, обязательно на наш Telegram-чат. И также на наш второй канал, собственно, где вышло офигенное видео, где вышел перевод ончейн-аналитики от GlassNote Studio. Посмотрите обязательно его тоже, сейчас он появится у вас сверху. Ну и голосуйте в опросе. Биткоин 21 тысяча, что дальше, ребята? 25 тысяч или 17? Пока что мне не разделились 50 на 50. Вот, так что глобально-то я жду его наверх, как и вы все, я надеюсь, тоже. И это определенно произойдет. Но будет ли сейчас безоткатный рост, типа вот такой вот, сомневаюсь. Даже если будет, то будет коррекция. И 61.8 мы можем даже сходить сейчас, если от текущих это вообще на 18.100, например, отскочить. Поэтому сейчас в моменте, конечно, нужно быть осторожными. Несмотря на то, что мы вроде как вернулись на макротрендовую. Короче, друзья, если вы торгуете и у вас офигенная прибыль, конечно же, нужно ее частично забирать. С лимиточками выходить. Для того, чтобы накапливать на споте. И ходал позицию. Потому что реально сейчас все, кто будет выпрыгивать с ракеты, всех будут, собственно, дальше шортсквизить. И это все будет лететь на луну. Вон мана, кстати, смотрите, еще даже не вернулась. К вот этому своему уровню предыдущей поддержки. В районе 0.74. Я думаю, что туда она сходит. Поэтому я держу еще часть маны. Аудио, битдао, даш, полка дот, эфир классик. Все, короче, держу. Смотрю, что будет. Дот вон тоже разворачивается. Дот уже дошел как раз сейчас до уровня дна. Прямо сейчас тестирует свое предыдущее дно. В качестве потенциального сопротивления. Но вроде как пробивает его. Короче, смотрим, ребят. Сейчас ближайшие дни. Я думаю, что будет интересно. В целом, половину позиции надо держать обязательно. Потому что цели куда-то более-более определенно высокие. И по битку это все смотрит тысяч на тридцать с чем-то. Как мы с вами говорили во вчерашнем стриме. Но, тем не менее, еще раз вам говорю, не забывайте разгружаться. Если, конечно, есть, что разгружать. Сигналов по TRDR тоже у нас тут особо. Желтых пока не наблюдается. Значит, впереди еще мощный рост. По поводу соревнований на битгет. Все разобрались, как в него вступить, да? Вот уже 17 человек. Кто-то слился под ноль. Кто-то не торговал еще. Кто-то в плюсе. Даже больше, чем я. В общем, кто не разобрался, как это сделать. Нужно сначала зарегистрироваться по ссылке на бирже. А потом уже зарегистрироваться в соревнования. И велик шанс получить эти призы, ребят. Потому что у нас очень мало участников до сих пор. Так что поторопитесь. Вот. И посмотрите, как наш квадроэкран отработал. В итоге биток и эфир безупречно абсолютно догнали Dash с Litecoin. Но что сейчас, спросите вы? Коррекция или безоткатное продолжение роста? Напрашивается, конечно, какая-то коррекция. Причем по всем этим четырем парам уже. Но, тем не менее, мы видим, что все они, за исключением эфира, кстати, пробивают предыдущие сопротивления. Ну, биткоин тоже незначительно пробивает. Биткоин, можно сказать, что стоит на предыдущем сопротивлении сейчас. Эфир даже не дошел чуть-чуть до уровня 1682. А Dash с Litecoin уже переписывают. Поэтому Dash с Litecoin, если опять же они опережают сейчас рынок, то, соответственно, и биток летит на 25, и эфир там на 2000. Может быть такой прикол. Поэтому, еще раз говорю, часть позиций обязательно нужно держать, продолжать, если вы трейдер. Если вы ходлер, держать нужно всю позицию. Вот. И по поводу каста. Все, кто интересовались, что там с проектом. Вышло 20-минутное интервью с CEO каста вторым Карлом на канале Moon.ru. Посмотрите обязательно, сейчас появится у вас сверху. Многие, правда, его захейтили, потому что сказали, ничего конкретного там не рассказали. Одна вода. Но посмотрите, сделайте свои выводы сами. И напишите в комментариях внизу, что вы думаете о проекте. Ну что, я думаю, что на этом все. Будем завершать этот короткий выпуск. Спасибо, что посмотрели. Фиксируйте частичную прибыль, как спекулянт. Но оставайтесь в сделке обязательно, как ходлер. Всем профитролей. Ставьте лайки, стопы, тейки. И увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok